В марте этого года Дмитрий Ильич, вы назначены руководителем Следственного комитета. Но по нашим меркам это два года. Это даже не год за два, а год за три можно считать. Особенно в той ситуации, в которой мы находились в прошлом году. Находимся в непростой ситуации в этом году. Ну а все прошлые беды и проблемы, конечно, свалились на ваши плечи и на ваших коллег. Очень много осталось дел, которые надо было рассмотреть. И в связи с этим у меня вопрос. Разобрали ли вы эти завалы? Второй вопрос. Как с коллективом Следственного комитета? Насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и законы наши работники в Следственном комитете. Это также немаловажно. Но в правоохранительных органах вы человек не новый. И тогда уже я говорил, что вы спокойно можете быстро разобраться в ситуации и организовать нормальную работу Следственного комитета и продолжить те добрые традиции, которые были заложены при прежних руководителях Следственного комитета. Вот давайте без самоотчета, что вы сделали за это время, что не сделано. Я прочитал все материалы. Вы доложите мне по вопросам, которые касаются меня как президента. И вот те проблемы, которые я обозначил. Остановитесь на них. Ну и, естественно, на перспективу. Если вы видите, что нужна моя помощь и поддержка, вы скажите, я буду это делать, потому что, да, 10 лет Следственному комитету, но это почти ничто. И все-таки мы полумерами не ограничивались, как в некоторых наших постсоветских республиках. Мы передали Следственному комитету все полномочия практически. А, в общем-то, как и мыслось, Следственный комитет должен был стать мощным органом, который должен заниматься расследованием всех уголовных дел. Сложилась ли эта практика за 10 лет? И что еще не сделано? Пожалуйста. В первую очередь хочу отметить, что на сегодняшний день Следственный комитет готов к выполнению любых задач в рамках закона, в рамках интересов государства. И не будет никаких колебаний, не будет никаких сомнений. Мы будем делать все на благо государства, и люди к этому готовы. На сегодняшний день я это говорю с полной уверенностью. Продолжение следует...